Здравствуйте, друзья! Меня зовут Брынцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал. В этом видео уроке я поделюсь идеей создания украшений из полимерной глины с использованием переводных татуировок. А для работы мне понадобится полимерная глина двух оттенков, кисточка, ножницы, лак на водной основе, а также беременные татуировки, которые используют для перевода на тело, лезвия, проволока с памятью, дополнительные бусины, цепочка и замочек. Один цвет полимерной глины я раскатываю в бочонок, а второй в тонкий пласт толщиной в 1 мм. Делю бочонок пополам и прокладываю его в стороны тонкой полоской глины. Соединяю половинки бочонка вместе и разрезаю его на две части. Не обязательно соблюдать пропорции. Новые половинки от кейна можно складывать перевернутой стороной друг к другу, тогда рисунок на срезе кейна получится более интересным и непропорциональным. Ужимаю и вытягиваю трости, чтобы сделать рисунок на срезе тонким. Делю ее на три ровные части и собираю их вместе. Снова ужимаю колбаску, чтобы выпустить воздух и вытягиваю ее на сторонний прямоугольник. Выбираю нужный рисунок татуировок и вырезаю его вместе с защитной пленкой. Откладываю рисунок в сторону и нарезаю кейн на тонкие срезы. На пастомашине раскатываю пласт глины, который послужит основой толщиной в 2-3 мм и укрываю его срезами с рисунком, стараясь не оставлять зазоров между срезами. Прокатываю получившийся пласт глины скалкой для того, чтобы сравнять стыки между срезами и выровнять полотно. Снимаю с татуировок защитную пленку и укладываю их рисунком на основу. Продолжение следует... Затем мокрым ватным диском прохожусь по бумажной поверхности. Вода должна впитаться в бумагу и отслоить ее от рисунка. Аккуратно снимаю бумажный слой татуировки. Рисунок очень тонкий, и чтобы его не испортить и не снять с поверхности, я еще раз пройдусь по нем мокрым диском. Далее лезвием вырезаю каждую заготовку. Продолжение следует... Когда все заготовки готовы, иглой проделываю отверстие подкрепление. Отправляю заготовки обжигаться при температуре, указанной на упаковке глины. И после их остывания покрываю каждую плотным слоем лака, для того, чтобы зафиксировать рисунок татуировок на поверхности. После высыхания лака приступаю к сборке. Один конец проволоки скручиваю в петельку и собираю заготовки и дополнительные бусины в целое колье. Когда все детали собраны, второй конец проволоки фиксирую петелькой с помощью круглогубцев. К каждой стороне колье добавляю цепочку нужной длины. И к одному из концов цепи креплю замочек. И вот такое яркое и простое в исполнении колье у меня получилось. А если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчик вверх. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал и лепите вместе со мной. А с вами была Брынцева Татьяна. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok